итак всем снова привет и это новый выпуск по моему видеокурсу и сегодня я уже буду создавать не оформлять страницу стима а сегодня мы будем продолжать разработку и сегодня начал делать ремонт как обычно и сегодня мы сделаем персонажа npc я в любом случае планирую сделать хэмп с открытым миром небольшим но открытым миром вот я хочу добавить npc по крайней мере чтобы были нпс который скажем хотя бы ездить на машинах вот и нпс мы будем делать в программе фьюз давай сначала расскажу что есть два фьюза один находится в стиме другой фьюз от adobe тот который в стиме он бесплатный но его больше разработчики не обновляют поддержка так сказать прекратилась того фьюза который стиме я точно не знаю и не помню по моему аддон выкупил фьюз и в общем то есть еще платный фьюз который продолжает его продолжает обновлять для него там входят всякие аддоны на модельки головы рук ног тело модельки одежды всего остального но я более чем уверен что даже на этот фьюз который уже не поддерживается по-любому как-то можно добавлять модельки хотя бы одежды и по-любому где-то можно скачать раньше же их можно было где-то взять я более чем уверен поэтому я пытаюсь найти если я найду и разберусь этим то я тоже само собой запишу видео и расскажу про это вот почему я именно системовский использую а не адобовский ну и потому что чтобы не нарушать никакие законы не нарушать ничего чтобы потому что фьюз тот который это долго он само собой платный и достаточно дорогостоящий а здесь есть бесплатная альтернатива вот если разобраться как ее расширить так сказать то можно создавать спокойно персонажи здесь причем создавать можно любых персонажей даже с таким небольшим функционалом функционалом как вот в этой версии которая уже не поддерживается можно кучу персонажей создать можно создавать стариков вот спокойно молодых людей там детей даже под напрячься я не знаю но я создам копа я хочу создать копы для начала потому что в первом варианте игры которые я добавлю стим я сначала добавлю пока только копа который будет ездить по округе и патрулировать территорию так сказать давайте подберем сначала можно переключаться что между вкладками подберем какое-нибудь то ну нет точно не это я даже не знаю почему то разве не это может это и было ну допустим я оставлю вот это лицо давайте пойдем дальше на какой-нибудь рандомный торс кстати хотя можно пухлого чувака сделать вот к примеру такой торс ну вроде сойдет неплохо как там назывался тоже сейчас фобилья ну окей если тут ноги от него вот вот и вот руки все тело готово и при этом можно его еще настраивать то есть как угодно то есть можно спокойно точнее вот сюда нужно переключиться и тут можно настраивать просто вот каждую часть тела руки ноги вот торс голову и все подгонять под себя либо можно настраивать это не здесь а вот тут вот с помощью вот этих вот блин как повернуть камеру то вот с помощью вот таких вот синих выделений выделяется та часть который можно редактировать я хочу вот немножко сплюстить моносу так все пойдет больше остальное смысла пока редактировать не вижу вот и теперь идем в одежду а такой набор одежды здесь в принципе он достаточно обширный и ее также можно кастомизировать рисовать перерисовывать и делать что угодно я не это хотел добавить да ладно пусть накинется я хотел добавить форму полицейского где-то она здесь была вот она знаете я хочу кое-что глянуть сейчас быстренько в головах в головах все неважно все одежду мы выбрали давайте теперь найдем штаны полицейские вот полицейские штаны вот такой пухлякий чувачок получается причем одежда она будет изгибаться именно под форму здесь в редакторе она будет изгибаться под форму тела персонажа которого вы создаете так теперь нужно найти полицейские ботинки если они конечно здесь тоже есть нет полицейских нет но давайте какие нибудь берем сами кроссовки или типа того я не знаю ну давайте к примеру вот эти как оно будет выглядеть не знаю в америке полицейские кроссовки ходят в кедах или вот какие-то ботинки есть мне не нравится то что он тут залазит скорее всего по-моему это можно подредактировать чуть-чуть подумечивать эти ботиночки потом в юнити но я лучше выберу какие-нибудь другие сразу что если вот такие вот ботинки к примеру допустим их можно будет если что перекрасить так дальше у нас идут волосы в принципе ему такая прическа но я бы еще что-нибудь другое подходит ну ладно давайте какие-нибудь волосы подберем ох как сразу персонаж преобразился так нет можно конечно какие-нибудь вот такие волосы добавить но я бы еще что-нибудь другое вот вообще просто шикарно идеально подходит все волосы мне кажется этому персонажу что не плохо так вот а не вступлю не то полицейская вот полицейская шапка есть ммм бэээ по-моему лучше без нее ну или без волос что ж там какую-нибудь такую вот надену ну да тут волосы как бы чуть-чуть мешают а можно их я точно не помню да их можно удалить но шапку само собой не эту полицейскую полицейская фуражка пусть будет если что он будет чуть-чуть лысым хотя можно нет я верну все-таки волосы да я уберу шапку да вот кстати просто выделяйте если не нравится нажимаете делит и легко удаляются вот эти по-моему уже волосы были да я ставлю волосы и пойдем дальше вот не знаю стоит ли ему добавлять очки какие-нибудь такие авиаторы хотя по-моему они здесь лишние да я лучше их уберу так идем дальше здесь у нас борода вот я хочу сделать его бородатым усатым ну или хотя бы усатым сейчас посмотрим разные варианты вот этот вариант мне кажется лучше всего подходит так перчатки ему не нужны маски тоже и усы теперь надо вот это боже ну нет это не комильфо вот это уже комильфо по-моему это уже жесть вообще хе-хе-хе ну вот эти усы по-моему идеально подходят я примерно таким его и представлял себе так и дальше у нас идут текстуры но тут не только текстуры тут можно настраивать теперь разрешение всего что у нас есть и волос вот волосы мне кажется был уже 512 по-моему мне кажется волосы лучше сделать максимально детальными на голове по крайней мере я вот кожу все вот это можно в принципе и уменьшить да сейчас слишком жестко пусть все-таки будет вот так вот движки если что уменьшу разрешение есть вот есть вот да чуть-чуть я зато верну обратно 1024 цвет кожи меня в принципе устраивает так а вот что по одежде тут разрешение можно наверное понизить в принципе посмотрим насколько нет она слишком херовая стала поставим тогда пока что как есть опять же в движке если что можно будет ценить вот в принципе здесь видите вот всякие различные элементы есть они подписаны их можно красить волосы я пока украсть наверное не буду единственное что я покрашу эти кроссовки можно даже синий цвет какой-нибудь перекрасить по цветам даже можно разобраться как палитру использовать я честно говоря не помню а вот если пипетка нет можно кстати еще подобрать вот эту текстуру паттерн это же какая-то тапочки вязаные давайте просто я попытаюсь подогнать цвет под его по одежду вот примерно где-то такой наверное так я сюда куда-нибудь сохраню его а блин надо было сначала нажать а потом погонить этот цвет так сделаем нормально так сохраним окей подошва 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 я не знаю что из этого подошва возможно вот это сейчас проверим да это подошва ее я хочу сделать чисто черного цвета а блин корректируется как раз таки вот этот сохраненный цвет да нет 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 он не корректируется да просто так вот сделал черный почему он не перекрашивается вот другое дело так так у нас это у нас непонятно что это сейчас мы узнаем вот так сделаем тоже можно понять черный такой вариант сделаю еще также вот это штуки наверное а нет это нитки нитки скажем я не знаю блин как их тут вернуть пусть останутся такого цвета о какая можно редактировать это я забыл про это честно говоря но мы сегодня это делать не будем это слишком детально ну где-то наверно я оставлю кроссовки эти Если мне это более чем устраивает, можно кстати, как раз таки, кроссовки они и так не супер детальны, но можно их еще хуже сделать вот так вот, ради оптимизации, так сказать. Вот, по-моему все, что я добавил на него, я сохранил. Теперь нужно это все экспортировать. Так, я сейчас выберу путь, нажимаем просто экспорт, вообще можно сохранить, кстати, потом отредактировать, если что, эту модель. Так, сейчас, здесь пока все безопасно. Ничего не парится. Я нажала экспорт, и такое окошечко открылось, я точно не помню. Это комбинировать не надо. По-моему, я раньше вот эти настройки использовал, и все углы супер. Сделаю вот такой размер. И просто опять же в движке есть то, что можно будет изменить. Так, у меня небольшие косяки там произошли при экспорте. Почему-то, когда я экспортировал вот так, с вот этими настройками, оно не экспортировалось, я убрал вот эти две галочки, оставил только экспортным new folder, экспортировал, и все нормально экспортировалось, с текстурками и всем остальным. А до этого экспортировался просто пустой. Балванка, короче, пустая, в которой даже модельки не было. Вот не знаю почему. Но, в принципе, все работает, экспортировался. Вот она модель. Видите, это даже еще не, грубо говоря, обуманной версии. Так, сейчас можно, конечно, пробовать здесь что-нибудь нажать. Я вообще не с понятия, может ли Unity что-то такое сделать. Так, что за миликама? Мне все нормально запишу вроде бы идет. Терки-палки. Так, фьюз я, пожалуй, закрою. Все, я закрыл фьюз. Давайте посмотрим, что получилось из понятия. Сомневаюсь. Ох, ёп твою. Неплохо. Вот, кстати, да, одежду можно, по сути, снимать. Если так подумать. То есть, все же это можно как-то настроить. Не суть, как видите, ничего не создалось. Никаких костей, ничего. Поэтому мы идем в браузер и находим сайт Mixamo. Вот. Раньше из фьюзов прямо можно было, авторизировавшись, я так понимаю, прямо сюда модель перекидывать и настраивать анимации. Но сейчас ничего сложного. Просто скачиваете и нажимаете upload character. Да, кстати, нужно будет зарегистрироваться. Нажимаем upload character. Итак, вот она, эта папка с персонажем. Выбираем вот эту модель. Это вообще можно удалить. MTL файл. Вот. Выбираем вот эту модельку и нажимаем открыть. У вас форматы, кстати, которые он воспринимает fbx и fbg. Можно еще чуть-чуть в архиве закинуть сюда. Если моделька в архиве, то можно как-то архив перекинуть. Но лучше модельку не в архиве. Не думаю, что у вас будут проблемы вытащить модель из архива. Тут вот, если что, есть поиск. Можно по названию анимации находить конкретные какие-то анимации. Вот я написал drive, чтобы была анимация. Как будто персонаж крутит роль. Но сейчас она загрузится. Я вам покажу. Тут огромнейшее количество анимаций. И вообще, в общем и целом, даже несмотря на то, что нельзя двигать, получается, кисти отдельно, ноги и тому подобное. Можно просто огромнейшее количество анимаций найти здесь. И потом просто-напросто из всех анимаций собрать персонажа, который спокойно сможет садиться в машину. Ну, NPC точнее. Который сможет садиться в машину, вылазить с нее, ходить, прыгать, бегать там. И все что угодно делать. Можно, в принципе, персонажа, которым будет управлять игрок, сделать в том числе. Вот, нажимаем next. Да, правда, сначала, ну, сейчас сделаем. Вот это появилась подсказка. Да, это нос. Ну, примерно, рот. Вот примерно где-то вот тут. Хотя лучше народ даже. Все-таки это добавлю. Так, зеленые – это у нас кисти. Ой, запястья точнее. Так, желтые – это локти примерно вот здесь. Колени где-то тут. И пах. Он у нас вот здесь. Все. Тут скелет, который вы можете создать. Я стандартный оставлю. Все. И нажимаем next. И сейчас сайт Миксаму сгенерирует нам скелет для этой модельки. То есть, на самом деле, сделать модель персонажа очень просто. Это проще, чем, я не знаю, написать скрипт, наверное. Благодаря фьюсу и сайт Миксаму. Сложнее, наверное, в кучу собрать все анимации в аниматоре и настроить NPC или просто игрового контроллера с помощью скриптов, чтобы все это работало. Сложнее, чем создать этого персонажа. Да, написано, он более двух минут может занять, но нет, оно уже почти создало скелет. Причем сюда можно добавлять вот просто любые модельки. Вы можете даже какую-то дичь. Я скачивал со сета стора модельку, где там был угловатый какой-то полигональный персонаж. Какой-то чудик вообще не похожий на человека. И точно так же настроил скелет. Я выставил вот, кстати. Примерно можно посмотреть здесь то, что правильно ли у него колени сгибаются. Там, где надо локтик, к примеру, и все в этом духе. Правильно, тут и сгибы идут, где пах. И вот, соответственно, все это дело. Если неправильно, то нажимайте back и корректируйте. Если норм, то нажимайте next. Я нажимаю next. Вот. Вот. Вот этот вариант нужно скачать. tpos сразу скачивайте, потому что работать нужно будет не с тем, которого мы сохранили пустой объект. Потому что там нет скелета. А именно вот этот tpos нужно скачать. Сейчас я его скачаю. Так, fbx. Да, tpos. Вообще, fbx for unity, наверное, лучше попробую. Лучше да. Вот. И у вас скачается моделька, в которую будет вложена анимация. Моделька со скелетом, в которую будет вложена анимация. Так. Ну, оно скачивается. И теперь можно подгонять разные анимации. Давайте самое главное сделаем. Блин, ё-моё. Подвисает все это дело малость. Это я закрою. Ну и вот, собственно, анимация, которая мне нужна. Это как он ведет автомобиль. Вот. Можно вращать, тоже зажимать кнопку мышки и вращать. что-то делать. Странно, конечно, руки расположены. Но и я, как бы, не Rockstar и делаю не GTA 6, а я инди-разработчик. Поэтому, даже если руки не идеально ровно на руле, ничего страшного. Тут вот можно, если что, настраивать все это дело. Тут вот это значение, если не ошибаюсь. Руки корректировать, да, вот, высоту рук. Иногда оно меняет руки не вверх-вниз поднимает, а в сторону, раздвигает их. Ну, стандартное значение, пусть будет. Сойдет. Да, так же скачиваем все это дело. Я без кино, по-моему, скачивал. Сейчас я вспомню все настройки. Тут 30 кадров, само собой. Хотя можно и 60, наверное. Вот. И Keyframe, вот это все это дело, я не помню. Non-Uniform, по-моему, я его вставлял. Ну, может, и вот это значение, вроде бы, я его использовал. Так, вот есть, например, еще анимация, как он сигналит. Но тут что-то жесть какая-то. Голова у него слишком сильно опускается. Вот это что за настройка, что она меняет. А это скорость. Насколько быстро она воспроизводится. Но я сомневаюсь, что я буду что-то подобное добавлять. Поэтому, в принципе, не вижу в этом смысла. Ну, например, давайте какую-нибудь анимацию я добавлю. Ну, не добавлю, а просто найду, покажу вам. Всякое разное можно вообще делать. Любые анимации находить. Да, вот, подгружается все это дело. Так, вот, все, оно подгрузилось. Ну, и тут можно точно так же нажать на анимацию. Нажал на нее? Да, я на нее нажал. Вот, сейчас все это подстроится. Вот она анимация. Скачивать я не буду, потому что она мне, в принципе, не нужна. Давайте посмотрим, есть какие-нибудь анимации для полиции, скажем. Нет, что-то конкретного такого нет. Но какую можно анимацию еще найти, я не знаю. Вон там есть анимация даже как молиться. Что у нас тут? Ну, вот он спорит что-то там. Руками разводит. По-моему, даже не тратник не шевелится. Ну, то есть анимации настраивать тут... Не настраивать, а добавлять свои, наверное, вот эти вот свои модельки анимации. Можно просто пачками, их тут огромное количество. Можно, как я уже сказал, создавать как NPC, так и игрового персонажа. Ну, вот, например, если с анимацией как он дерется, тоже здесь все это дело можно настроить. Так, теперь я сейчас перетащу эти анимации в Unity и мы продолжим. Ну, собственно, вот я перетащил все это дело в Unity. Я не нашел в интернете, нет бесплатной модельки полицейской тачки. Блин, у меня есть полицейской тачки с салоном, поэтому вот у меня в проекте есть бесплатная, которая была, я ее сюда закинул. Покажу на ней. Так, вот эта модель, которую мы создали, получается, а это то, что... Да, rvx из непосредственно Mixama мы уже скачали вот этот epos. Он нам нужен и теперь мы создаем аниматор. Где-то тут аниматор-контроллер. Напишу также полицейской тачки. Открываем его. Двойным кликом этот аниматор-контроллер. И сюда закидываем анимацию Driving. Вот, все. Нажимаем, здесь я сейчас его выберу. Вот. Нажимаем Edit и Loop Time, чтобы эта анимация повторялась. Тут она отображаться в принципе не будет. Но это... Если я нигде не накосячил, это все должно работать. Хотя, подождите, вообще-то это должно как-то выражаться. А, вот все, да. Вот поэтому этот epos и нужен. Да, все отлично работает. И давайте теперь настроим... Нет, менять ничего нельзя. А можно ли двигать теперь кости таким... Смотрите, можно. Офигеть. А я... Я думал нельзя. Я на самом деле давно уже этим пользовался. Неужто... Неужто это и с руками прокатит? Так, секунду. Мне прям очень интересно стало. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Да тут... Офигеть. Да тут можно... Да тут можно просто кучу всего сделать. Можно... Вот эту анимацию с помощью... Маски... Сделать, чтобы... В общем-то, анимация... Влияла только на... На все насчет тела, кроме кистей, например. Или рук. Где-то куда она создается. Water mask. Скажем... Body вот так. Я сейчас это не буду делать. Я до конца точно не помню, как это в принципе делается. Вот. Ну, например. Вот. Вот так руки можно отключить. Или даже кисти точнее. И вот это все будет... На все это будет действовать анимация. А для рук. Можно... Ну... Создается точно так же. Такая же маска. Только там включаются руки. Все остальное выключается. И... Можно просто... Я думал, что нельзя. Но все-таки можно закрепить на... Сделать, скажем... Я не знаю. Руль дочерним к этим объектам. Или как-то... Короче. Кисти. Чтобы... Двигались... За рулем. Все в том духе. То есть это можно настроить. Я думаю, нельзя. Блин. Это круто. Это вообще... Это круто. Вот. Очень круто. Прям суп. Да. Вот. Можно раздевать. Вот. Неважно. Давайте все-таки... Сделаем уже материал. И посмотрим... Что за анимацией получится. Так. Сюда накинем кожу. А, тут оно все. На одной материале. На одной текстуре точнее. Но я... Хочу создать два материала, честно говоря. Один материал будет под кожу. Или три даже. Даже три материала. Один под кожу. Другой под одежду. И третий под волосы. Так. Так. Надо было сразу материал накинуть. Но в принципе можно так сделать. Фиксим все это дело. Что-то из этого. Что-то из этого. Глосс. А это спекулер. Блин. Я не помню что такое глосс если честно. Так. Спекулер мы отдельно. Сейчас настроим. Это хейтмап. Не. Именно оклюжен возможно. Я могу это как оклюжен использовать. Не знаю правильно ли это. Ладно. Пусть будет именно оклюжен. Так. Вот. К примеру. Вот этот материал. Пусть будет одежда. Это волосы. Так. Кожу мы сейчас не сделаем. Вот примерно где-то такой. Хотя нет у нас слишком какая-то. Возьми что ли. Надо все-таки поненить это дело. Вот. Мне тут 30. Ну 35. Так. Хотя я бы даже еще чуть-чуть подогнал. Чтобы максимально естественно кожа выглядела. Хотя в принципе это будет даже не видно через салон автомобиль. Но через стекло точнее. Но все равно я вот так до того что к этому отношусь. Так. Это у нас будет одежда. Накинем это вот сюда. Накинем это вот сюда. Все по одежде. Давайте. Теперь разве что вот тут спеклину все настроим. Тут не больше чем у кожи честно говоря. Но можно конечно потом в будущем добавить. Это уже если вы сами захотите. Допустим у вас NPC в воду зашли. Уверена такого цвета. Чтобы оно становилось. Как будто они мокрые. Не цвета точнее отражалось. Чтобы там тоже. Сами придумывайте. Пусть будет 0.25. Ага. Глаза еще точно. Вот так отсюда закинем. И остаются получается волосы. Сейчас мы это все вот так накидываем. Можете конечно его так оставить. Если уж пожескочу. по идее. По идее это более оптимизированность это будет. Но я применю немножечко эффект. Вот кстати да можно. Хотя вот не знаю на скелете можно ли. Нет на скелете тут нельзя. Но скорее всего это можно. Глаза и все остальное так же двигать. Непосредственно. Ну тут на скелете самому да. Глаза. Рот и все остальное. Вот голова. Да. Эм. Худненький наборчик. Ну да ладно. Так давайте сделаем волосы. Вроде бы вот этот я применял. Вон сюда. Круто. Вот и тут вы можете уже сами настроить. Кстати можно сделать тоже. Передумать что персонаж волосел. Я не знаю. Или процедурный рост кстати. Процедурный рост например волос. То есть я удалю этот материал наверное к примеру. Вон там еще дубликат. А вот дубликат саживаю сюда. Так. А секунду. Так вот я закинул материал. Вот он да. Допустим. Да. Стоя будет. Допустим волос сейчас подгоним. Тут в идеале спекуляр вообще выключить, нафиг он тут нужен? Нет, можно кстати добавить эффект, что опять же, если вы в ПЖС хочу будете делать, ну хотя бы не NPC конечно, а игроку, если он долго не моется, у него скажем волосы вот такие вот становятся жирные, но это уже такое, да, это уже жесть прям тотальная, а так в идеале спекуляр смог выкрутить, ну вот, ну и тут уже, вот эту альфа настройку вы можете корректировать как хотите, то есть больше волос, меньше сделать, ну допустим, пусть вот так будет, вот про что я говорю, так сяду-ка я поудобнее, блин, у меня реально сейчас на ходу прям эта мысль пришла, можно сделать, это будет не идеально, блин, еще зрачки же, ой не зрачки, а ресницы, вот, можно вот так это сделать, ну в общем-то, это конечно будет не Red Dead Redemption, где там, я не знаю, как кстати там реализован рост бороды, но, к примеру, опять же, ИД проект, это уже достаточно интересный момент, если это будет в ИД проекте, а рост процедурный, рост бороды, просто это значение постепенно, вот так вот, если персонаж, добавить возможность брить, если игрок не бреет персонажа, то вот этот альфа канал, он из единицы постепенно, вот так вот, становится все меньше, и меньше, и меньше, и меньше, и меньше, но само собой это определенное значение нужно туда добавить, чтобы вот таких вот плоских хрени не было, скажем где-нибудь, вот да, 0.1, это будет жесть, самый заросль, а потом он броется так, хоп, и оно так аккуратненько растет, ну или он. Прикольная идея, да? Ага, все, я это удаляю, этот материал, и вот это сюда закину, заболтался. Так, где у нас машина, вот у нас персонаж, вот у нас машина, тоже это еще нужно будет постараться подогнать, конечно, он же не идеально сейчас сядет. Давайте посмотрим, как это выйдет. Примерно где-то вот так. Еще не знаю, размер персонаж под машину подойдет, не подойдет, сейчас посмотрим. Так, я нажму Game, беру вот это вот все дело, вот это вот сюда, хотя нет, я просто переключусь со сцены, и давайте запустим. Аааа, блин, я аниматор не закинул, аниматор-контроллер, ну ладно, сейчас закинем, оно по идее должно работать, даже если я уже в запущенности не закинул. Да, тут прогресс есть, я само собой разрабатываю ее. Просто, как и говорил, мой курс, видеокурс не о том, как разработать игру, а о том, как сделать так, чтобы она оказалась в Steam и ее все, что люди могли приобретать. Потому что научиться делать, точнее не научиться, а посмотреть туториал какой-нибудь в YouTube можно вообще легко, даже на русском языке их огромное количество. Конкретно описываете в названии, что вам нужно, и почти с 99 процентной вероятностью вы найдете туториал той или иной механики. А я, чтобы не тратить бессмысленно на лишнее время, не снимать то, что уже снято, много раз было. Просто сижу и без всяких там записей разрабатываю, блин, как же она долгая. Итак, вот все это дело загрузилось наконец-то. И идем непосредственно на улицу. Вот. Чтобы видеть ее руки-палки. Машину. Да. Не обращайте внимание, я там телевизор, короче, сделал, но это уже увидите, когда я буду работать опубликован. Это будет секретик. Вот, да. Вот оно тело. Так. Полисмен и аниматор. Теперь в принципе можно подогнать его. Он же теперь часть автомобиля, я правильно понимаю. Да, все отлично. Теперь подгоняем все это дело. Да. Либо автомобиль такой большой, либо человек такой маленький. Да, скорее всего автомобиль слишком большой. Хм. Скажем, примерно, в принципе, можно подогнать. Давайте попробуем. Так, это не в ту сторону я его рассею начал. Вот примерно где-то так. Ой-ой-ой-ой. 14,5. Сейчас он в крышу, скорее всего, убрется. Да. Что-то это не очень. Как-то у меня тут все продумано. И анимация не запускаю. А. Так. Ладно, давайте попробуем что-нибудь придумать. Нога у него чуть-чуть проваливается. Вот был так. Ладно. Окей. В принципе, можно даже, наверное, и т-позом. Если вы прям такой, если вы любите геморрой, то вы можете, в принципе, и т-позом пусть не сделать. Потому что я реально забыл, что все-таки создаются части, которые можно двигать. Оказывается, они все-таки создаются. Ну, именно скелет, который можно двигать. Причем, даже пальцы. Даже, мать его, пальцы. Если они есть, конечно. Не факт, что они идеальные, конечно, будут двигаться. И не идеально постепенно настроиться. Но, если вы хотите сделать модельку, в принципе, как вы можете наблюдать, где здесь. Так, это ноги. Ну, вы видели, я пальцы двигал. Вот. Тут более чем идеально пальцы настроиться. Даже кончик пальца, мать его, двигать можно. Ноготь, наверное, потянуть можно. То есть, можно, в принципе, анимации с помощью т-поза самому создать, вот, по анимации. Что, если вы хотите, чтобы они были идеальны, а можно, наверное, вот эти корректировать, в принципе. Возможно. Может быть. Может быть. Ну, это скорее всего, как раз-таки, кейфрейн надо будет тогда выставлять, получается. Вот. то значение, про которое, которое мы оставили неизменным. Возможно. Там, как раз-таки, надо выставлять, чтобы оно с кейфреймом скачивалось. Так, давайте хотя бы как-то, я не знаю, рост мы увеличим. Ну, что-то, я не знаю, типа, какого-то. Такую руку я подвожу, закрою. Ну, опять же, я говорю, я скачаю, я всё, это я чисто делаю на видео, по-быстрому, чтобы показать вам, как это всё выглядит, как это всё может быть. Само собой, я потом вот это уже идеально подгонять. Я буду, как-то, и так настраивать, редактировать саму анимации, чтобы это выглядело, ну, более человечно. Не так жёстко. Как будто он ребенок какой-то сидит за машиной. Да, жесть. Но, в целом, вот, допустим, сейчас я машину вот так разверну. На 90 градусов. Там материал есть, наверное. Да. Сделаем какой-нибудь такой цвет. Видите, из какой-нибудь машины. Вот, ну и, собственно, сейчас я вот так сделаю, просто вот, чтобы вы лицезрели, да... Ой, я сам хочу посмотреть. Упс. В принципе, вот как этот коп выглядит, если со стороны смотреть. Та же, возможно, незаметна будет особенность, что он будет ехать. То, что что-то криво как-то. Ну, если настроить, то вообще будет зашибись. Ну, блин. Почти, что полноценный NPC. А, да. Правда, NPC с одной анимацией. Да. Могло ведь в видео пути меньше, но опять на час. У меня какого-то... Я, короче, чем на час седик делать, не могу. Хе-хе. Если они кто-то реальные. Ну, вот, собственно, что получилось. Ну, я схотел со стороны еще портинуть машинку в редакторе. Как это будет выглядеть, если он типа, в кавычках, будет патрулировать. Кстати, можно найти какие-нибудь, я не знаю, заколхозить, найти какие-нибудь мигалки. Я думаю, модель мигалок найти уж можно будет. И даже вот прям к этой тачке приделать и сделать временно в игре, чтобы патрульная машина была именно вот с этой вот. Ну, то есть, как-то бы вылетел, но вот так он будет ехать. Вот он там сидит, трясется. Чуть подальше. Вот так он едет. Светофор остановился. Поехал дальше. Да. Весело. Получилось. Получилось все сделать. Я вам показал, я потому что реально хотел рассказать, показать все это дело. И как я уже говорил в начале видео, если я разберусь, как добавить одежду. Хотя бы одежду. Потому что даже, ну, там головы, руки, ноги, их там более чем достаточно. Их при этом можно еще редактировать, кастомизировать. Их более чем достаточно. А вот одежды, там ее маловато. Даже несмотря на то, что там можно перекрашивать. То есть, из какой-нибудь, там есть майка, из нее можно какую-нибудь алкашку сделать. Я не знаю, ну типа алкоголичку какую-нибудь полоску сине-белую. Или типа того. Можно куртки всякие перекрашивать в разные цвета. Но можно только перекрашивать. А какой-то другой одежды, там какой-нибудь шапки-ушанцы, к примеру, нету. Можно было бы в прикол добавить на какого-нибудь персонажа, скажем. Если у вас игра про действие игры где-нибудь в России, там, на Северном полюсе, в северной части страны, например. Или если вы бомжа, например, хотите создать. Хотя, в принципе, чтобы бомжа создать, там есть материалы, одежда. Там есть одежда для замварей, можно бомжа использовать. В общем-то, если разберусь, как добавить одежду, то я обязательно запишу видео и расскажу о том, как это сделать. Вот. На этом все. Надеюсь, я вам помог. Я точно не уверен, но если я буду настраивать NPC как-то с помощью этих анимаций, может быть, я сниму об этом видео или я сделаю, а потом покажу результат, как я это сделал и расскажу все в подробности. Вот. На этом все. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok